А за стенами стадиона в Рио не все так гладко. Бразильские полицейские бдят и бьют тревогу из-за каждого оставленного рюкзака. Службы безопасности на арене Кариок-1 перекрыли вход для болельщиков, пришедших на баскетбольный матч между сборными Испании и Нигерии. Речь шла как раз о подозрительном рюкзаке всего одном. Его уничтожили саперы. Тем временем в другом крупном бразильском городе, Сан-Паулу, полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в связях с запрещенной в России группировкой ИГИЛ. Об этом сообщают местные СМИ. По предварительной информации, они планировали нападение во время Олимпийских игр. Также сообщается об обысках в ходе расследования. Напомню, за три дня до старта Олимпиады бразильские террористы присягнули на верность ИГИЛ. Теперь о проблемах, которые для Рио всегда существовали. Наркоторговля и кражах. Точнее, об успехах полиции в этой сфере. Журналисты стали свидетелями задержания наркоторговца прямо на знаменитом пляже Капакабана. Вот как это было. За день до этого наркоторговцы обстреляли машину с бойцами элитного подразделения для обеспечения безопасности на Олимпиаде. Солдаты по ошибке заехали в трущобы и там попали под огонь. Один скончался в больнице, один легко ранен, третий делался легким испугом.